Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Знаете, в чем мое отличие от некоторых? У них все как надо, а у меня все как мне нравится. Работаем по настроению. А сегодня хочется пошить из очень красивой ткани с благородным сиянием. Да-да, остатки былой роскоши. Кусочки портьерной ткани. Это отходы из мастерской по пошиву штор. Красиво! Эх, но маловато будет. Зато можно сделать прекрасную растяжку розового цвета. Готовим детали к работе. Из этого количества планирую шить два изделия. Поэтому сразу же делим все это на две кучки. Определяемся с размерами. В центре у нас будет самый темный цвет. Размер квадратов 10 на 10 сантиметров. Следующий цвет приготовим квадраты примерно 12 на 12 сантиметров. А самые светлые детали будут самыми большими. Сделаем их 15 на 15. Здесь не нужна миллиметровая точность в крое. Даже если у вас не хватает какого-нибудь угла, ничего страшного. Из зеленой ткани у нас будут листья. Мы их тоже сделаем большими. Готовим основу. У меня нашелся кусок очень плотной крепкой ткани. Найдем и обозначим его центр. На красивом кусочке ткани нарисуем пятиугольник, уложим его в центр основы и начнем потихоньку обшивать со всех сторон. Для этого приготовленные квадраты складываем по диагонали и прошиваем их по плавной дуге. Представьте, что это лепестки цветка. В центре они лежат довольно плотно. Проверяйте себя, чтобы при отгибании лепестков внутри не было никаких открытых срезов. Работаем не торопясь тщательно и аккуратно. Сейчас мы и и ботаники, и художники, и швей. Когда закончились ткани одного цвета, подключаем следующий. Здесь детали уже немного крупнее, лепестки получаются больше. Роза начинает потихоньку раскрываться. Вот у этой ткани обе стороны интересные. Одна блестящая, атласная, а другая сторона матовая. Можно немного поиграть на этом контрасте. Это добавит живости вашему изделию. Да не живности. Ох уж эти жертвы ЕГЭ. И словей-то таких не знают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Завершаем розу Самыми крупными светлыми квадратами. Конечно же, у каждой мастерицы свой подбор тканей, свои возможности. Я просто рассказываю о своем опыте работы. Даю вам идею, чтобы вы создавали свои работы. Меня радует, когда в наших группах ВКонтакте и Одноклассниках вы присылаете фотографии своего творчества. Очень приятно, когда видишь, что идеи по рукоделию находят отклик и вдохновляют мастериц. А завершать композицию будем тканью зеленого цвета. Это листья. Роза получается пышной и объемной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда вся основа заполнена, вымеряем края и отрезаем лишнюю ткань. Ну что сказать? Красота! А у нас получилась красота вдвойне. Не смогла удержаться. Сразу сшила и вторую заготовку. Обратную сторону декоративной подушки сделаем в виде наволочки с клапаном. Приготовим два куска плотной партнерной тканью. Сразу же три стороны обошьем зигзагом, а один открытый срез обработаем двойной подгибкой. Сначала мы пришьем большой кусочек тканью, а потом уже другим узким куском закроем оставшийся вход в наволочку. И остается только вывернуть и вставить внутрь маленькую подушечку. Результат получился. Результат получился. Просто нет слов. А почему нет слов? Потому что если я скажу «прелесть прелестная» или «чудесно» или еще что-нибудь, непременно кто-нибудь в комментариях гневно напишет. Ну вот, даже слова у других блогеров заимствуют. Поэтому я просто молча замру от восторга и восхищения. А вы тем временем время зря не теряйте. Быстренько подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. И обязательно подпишитесь на мой канал на Дзене, ВКонтакте и Одноклассниках. Жду вас и на Бусти. Там сейчас выкладываю все новинки и самые лучшие мастер-классы в хорошем качестве и без рекламы. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!